Добрый день! Наш сегодняшний пост мы снимаем в банке. Вы, конечно, можете задать вопрос, а почему именно в банке? Потому что наша история, которую хотим мы вам сегодня рассказать, она связана с ипотекой. Или как здесь в Израиле, это называется Машканта. Так вот, ипотека очень интересная. Я слышал в этой истории, и это подтвердили несколько людей в Штатах, в Штатах была такая история, что была семья, назовем их условно семья Исраэли, и у них были большие долги. Большие долги, вплоть до того, что они не могли выплатить свою машканту, свою ипотеку, и им пригрозили, что их выселят из их дома. В порыве отчаяния человек, которого звали Исраэли, он решил обратиться с просьбой к своему соседу, которого мы условно назовем Леви. Леви и его жена были уже пожилыми людьми, выплатили свою машканту, свою ипотеку, и жили в своем доме без особых забот и хлопот. И к ним обратился Исраэль и сказал, послушайте, дорогие Мешпахат Леви, семья Леви, у нас есть такие проблемы, у нас собираются выселиться из квартиры, из нашего дома, мы хотели бы вас спросить, можно ли на ваше имя взять машканту, мы вам будем выплачивать ее ежемесячно, а вы, соответственно, нам дадите только гарантии вашего чистого дома, который не является гарантом для другой какой-то машканты, для другой какой-то ипотеки. В общем, этот господин Леви подумал, посоветовался с женой, она сказала, ну, не знаю. Пошел посоветовался с крови, неровно сказал, ты знаешь, ты можешь попробовать, ты не обязан этого делать, но ты можешь попробовать, потому что доброе дело в отношении к соседу, если ты уверен, что он все выплатит, ты должен, ты можешь попробовать. Окей. Леви оказался смелым человеком и начал собирать документы. Собирал документы, и среди этих документов нужно было сделать, один из них это страховку от стихийных бедствий. Поскольку, так сказать, дом закладывается, на него получаются деньги, нужно сделать страховку от стихийных бедствий. Леви пожал плечами, подумал, ну, что же делать, давай сделаем страховку от стихийных бедствий. И они подписали, собрали все документы и получили деньги через неделю. После того, как деньги были приведены на их счеты, они перевели их в семье Исраэль, или Исраэли, как мы их назвали здесь в нашем условном рассказе, пришла, они жили в парковой виллеч, пришла Сэнди, это ураган, который уничтожил все дома в их деревне. И Мишпахатлебе получили выплату от страховой компании, поскольку, так как их дом был застрахован, в связи с тем, что они дали эту свою мошканту ипотеку семье Исраэля, они тем самым остались дома. А многие достаточно состоятельные в этой парковой виллече жители оказались без крыши над головой, вплоть до Мордых и Бендовик, знаменитый певец, он потерял свою студию, которая стоила миллион долларов, у него не было у него страховки от стихи на бедствии, а Мишпахатлебе имели такую страховку. Вот так вот доброе дело может нам помочь там, где мы совершенно не ожидаем. Большое спасибо!